Вчера, 18 марта, состоялись выборы президента Российской Федерации. Жители Тенгисевского района приняли очень активное участие в выборах. На выборы пришло около 43 тысяч избирателей. Явка составила почти 70%. Это на 10% выше, чем в 2013 году и выше среднеобластного показателя. Активно голосовали как жители города Тенгисево, так и сельских поселений города Ивангород. На некоторых избирательных участках явка составила свыше 80%. Это Акулевская, Вестинская, Нежновская сельские поселения. Что касается поддержки кандидата в нашем районе, также большинство голосов победил Владимир Владимирович Путин 78,5%. Что также на 16,5% выше, чем в 2012 году. С огромным отрывом кандидат Грузинин набрал 9,5%. И на третьем месте кандидат от ЛДПР Жириновский 5,9%. Огромное спасибо всем кандисептам за такую высокую активность, за активную гражданскую позицию, за то, что в нашем районе живут люди неравнодушные к судьбе своей Родины. Во многочисленном отзыве, который мы получали в этот день, праздник в нашем районе состоялся. Именно то, как задумывалось, что была в этот день действительно праздничная атмосфера на всех избирательных участках, несмотря на достаточно морозную погоду, хотя и весна у нас уже пришла, прошли все запланированные культурно-массовые мероприятия, спортивные, выездная торговля. Очень хороший прошел митинг-концерт на Октябрьском бульваре под хэштегом «Крымская весна», который завершился праздничным фейерверком. Отдельная благодарность всем нашим школьникам, которые показали замечательные, яркие, патриотические выступления в школах. Большое спасибо всем, кто обеспечивал процесс голосования, организационное и техническое сопровождение сотрудникам предприятий ЖКХ, связистам, волонтерам, работавшим на участках, сотрудникам полиции, которые обеспечивали нашу с вами безопасность, сотни сотрудников различных сфер жизнедеятельности и десятки волонтеров были задействованы при подготовке и проведении единого дня голосования. Еще раз огромное всем спасибо. Кроме голосования по выборам президента, жители города Киндисепа приняли активное участие в двух опросах. Это отбор общественной территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» и опрос по возвращению к Киндисепу исторического наименования «Ямба». Итоги также этих вопросов уже подведены. В рейтинговом голосовании по «Комфортной среде» приняли участие более 23 тысяч человек. Возрастных ограничений здесь не было. Были предложены жителям четыре дизайн-проекта, которые также были заранее обнародованы и обсуждались. В соответствии с протоколом подсчета голосов получены следующие результаты. Первое место – благоустройство общественной территории с установкой памятника и памятного знака к столетнему юбилею пограничных войск Киндисепу, проспект Карламакса, дом 6, 19 742 голоса. Второе место – благоустройство общественной территории по адресу проспект Карламакса у памятника Славы 18 707 голосов. Вы знаете, что эта территория – памятник Славы, у которого проходят все наши мероприятия, как 9 мая, так и День освобождения города Киндисепа. То есть это такое памятное место для нашего города. Третье место – благоустройство общественной территории Склер, Киндисеп, Криковское шоссе у дома 6А, 17 872 голоса. И четвертое место – благоустройство летнего сада, 12 817 голосов. Таким образом, первые три территории будут благоуставиться в этом году. С учетом большого количества голосов, которые поданы в пользу летнего сада, также мы в этом году начнем проектирование его благоустройства, чтобы нам успеть пройти процесс согласования, который будет более длительным, потому что летний сад находится в исторической зоне, и необходимо будет проект согласовывать с Департаментом охраны памятников. Кроме того, в этом году мы планируем завершить весь комплекс значатых в 2017 году работ по реконструкции фонтана. Но в ЦАКСе обретает в соответствии с дизайн-проектом. Как только позволят погодные условия, мы очень надеемся, что это также станет таким излюбленным местом гаража, а наше молодое поколение не будет ничего там портить и ломать. Ну и второй вопрос, вызвавший большой общественный интерес в острой дискуссии, это вопрос о возвращении к ДИСЕ по историческому наименованию. Опрос проводился в соответствии с положением, утвержденным городским советом депутатов. В состав организующей комиссии по проведению опроса вошли семь человек, в основном это общественные деятели и депутаты. Это очень важно, как сторонники переименования, так и его противники. Поэтому в объективности результатов сомневаться не приходится. В вопросе приняло участие около 20 тысяч человек и согласно протоколу комиссии число голосов, поданных в пользу возвращения города исторического наименования Ямбук составило 40%, против соответственно 60%. То есть жители города Киндисепа высказали свое мнение и большинство против возвращения к городу исторического наименования Ямбук. В соответствии с положением все документы проведенного опроса будут переданы в городской совет депутатов, который на основании полученных данных примет соответствующее решение. В целом, очень приятно видеть высокую заинтересованность и активность Киндисепцев в обсуждении столь общественно важных вопросов. Ну и результат получился такой, как получился, исходя из мнения большинства жителей. Но я считаю, что польза от этого тоже была, потому что в ходе обсуждений и в ходе проведения опросов наши жители узнали новой информации об истории своего города.